Это уже второй мой бой в России. В этот раз путешествие сюда прошло более благополучно. Я уже примерно знал, что меня ждет, чувствую себя неплохо и полностью готов к бою. По поводу второго турнира в столице, хочу сказать, что это огромный шаг для Лиги. И чем чаще они будут проводиться, такие турниры выездные, тем популярность клуба и Лиги будет расти. И она и так, как снежный ком, а здесь, ну это столица, много людей придет и я думаю, что будет аншлаг. Моя подготовка прошла отлично. Я тренировался в разных залах с очень хорошими бойцами. Я нацелен на то, чтобы завершить этот бой досрочно. Не хочу доводить поединок до решения судей. Никаких новых заготовок для своего следующего оппонента не готовил. Старался больше подойти к функционалу, как обычно, чтобы быть выносливым, быстрым и сильным. Более атлетичным. Посмотрим в клетке. Максим хороший боец. Он очень крупный для нашей весовой категории. Отличный ударник и финишер. Но я также очень хорошо готов. Нет ничего, что меня удивит в бою с ним. Ну, по большому счету, я понимаю, что он для меня опасен, потому что он нестандартен, он идет вперед и пытается выкинуть ног ударов. Всегда прессингует вперед, прижимает клетки, портеровик неплохой, я так понял. Ну, с точки зрения рейтинга и интересного, я понимаю, что от того, что я, если я держу победу, или когда я держу победу, правильно будет сказать, рейтинг мой не поднимется. А если удача будет на его стороне, он поднимется в мировом рейтинге на хороший уровень. Максим, тебе желаю удачи. Надеюсь, наш поединок понравится всем фанатам. Девилет, ты первый раз приехал в Россию, и у тебя постигла неудача. Сегодня ты прилетел второй раз в Россию. Улыбайся чаще, потому что у тебя неудача будет ждать опять в клетку. Ну и вот закончу как раз информацию по поводу травмированного носа Максима Гришина в спарринге со степями очищем. В 2016 году перегородку носа Максима поправили. Учился он в военном институте. Говорит, что ему в жизни это многое дало. А выучка привила ему дисциплину. И он благодарен своим родителям, что они буквально засунули его именно туда. 17-летнего подростка. Начали ломать, вставал ночью, бежал, спал в палатках в холодном лесу. Вот так говорил сам непосредственно Макс Гришин в одном из интервью. Поступал он также по профессиональному кикбоксингу. Имеет рекорд там совсем небольшой. И о нем даже, я думаю, что не стоит говорить. А вот размах рук у него 193 сантиметра. Ну и последнее его выражение. В Чечне очень трудно согнать вес перед боем. Накрывает шикарный стол. Но когда мне пришлют контракт UFC, покажу ему средний палец. Такие вот выражения были стороны Максима, Максимуса Гришина. Мы помним их, кто, наверное, следит предметно за развитием карьеры этого великолепного спортсмена. Он иногда не стесняется выражения. Ну и, конечно, заметно крупнее Максим, чем его соперник. Это отмечал Дерлей как раз-таки в промо-ролике перед этим поединком. Напомним, уважаемые друзья, что большую часть своей карьеры, первую половину час своей карьеры Максим выступал как раз-таки в тяжелой весовой категории. Да, я об этом не раз говорил. Мне довелось комментировать, наверное, очень много боев Макса Гришина. И все время этот факт мы все из комментаторского цеха озвучивали. Потому что все-таки показатель нечастый, в том числе он характеризует бойца. Ну и, конечно, вот этот удар по туловище справа с дистанции от Гришина и слева хотел достать в догонку. Хорошо там уходил, очень опасно. Очень опасно уходил после проведенного удара право по туловищу. Как раз-таки вот и хотел в догонку Дерлей. Вот с таким уходом очень опасно, особенно против левшей, например, коим является Маган Калай. Вы как раз-таки, Максим, видели поединок Дерлея Брэйнструпа против Адлана Амагова. В Сочи этот бой прошел. Да, конечно. Болевой прием в первом раунде. И как раз-таки тренер Дерлея высказался по этому поводу. Что мы просто прозевали этот прием. Если бой затянулся, мы верили в свою победу и как бы шли к ней. Вот такое высказывание было со стороны тренера Дерлея. И теперь для нас появился очередной шанс, второй. Мы очень хотим его использовать. Что сказал тренер? Да, конечно же, всегда можно оспорить эти слова тренера, потому что, зная Адлана Амагова, личные непонаслышки и работая с этим великолепным бойцом, напомню, это тот боец, который единственный отправлял в нокдауны Джона Джонсона, великого, да? В ММИ, которому рукоплескают все страны мира, так сказать. На тренировке, да? Да, на тренировке, естественно. Для того, чтобы одержать победу на тобой. И не только ты в этот момент думаешь. Ну, вероятно, так легче именно думать. Себя настраивать. Да, настраивать то, что вот я проиграл болевым, лаки болевым, а теперь вот так-то, так-то. Ну, это, конечно, да, это частное мнение, и мы его высказываем, чтобы просто немного заинтересовать публику, наверное. Это моменты, это разговоры, которые остаются за кадром. Ну, и Дерлей Бронструп, очень вот эти его попытки тейкдаунов выглядят немного неуклюже, но в то же время очень эффективны, но не в этом поединке. Максим очень габаритный, сильный физический, не позволяет ему переводить себя в партер, и именно работы на нижнем этаже мы от Дерлея не видим. Он пытается где-то в корпус, ноги, и легко Максим защищается от этих попыток. И тоже Макс высказывался... О, посмотрите, колено такое очень хорошее пролетело от Макса Гришина. И жесткое. Он высказывался как раз на тему Адлана Амагова, вот мнение. Адлан высказал Максу, что он тебе не соперник, и Максим не любит вот таких вот, значит, мнений, которые ему озвучены, они могут его каким-то образом расслабить. И вот в этот момент он особенно фокусируется на потенциальном своем сопернике, что это будет очень непростое линию сражения. Это его настораживает. Да, в этом случае так и происходит. И вот, пожалуйста, попытка заправить ноги, позиция бэкмаунт, но заправлена пока лишь одна нога, нечто подобное мы уже с вами видели в боях Максима, когда он отдает спину и уже работает оттуда. Допомню, что Макс, кстати, вот регалии, мы его перечисляли. Можно еще дополнить их. Он являлся и призером, и победителем крупных турниров по грапплингу. Макс любит вашу как раз стезию, Аслан Бель. Он любит это направление. Он вообще парень универсальный. Он не зря хотел себя пробовать в кикбоксе. Он, по сей день, я знаю, себе позволяет стоять в парах с профессиональными боксерами. Да, вот совершенствуясь как раз, Макс Гришин ходит в разные залы к разным мастерам. От боксеров-профессионалов, заканчивая грэпплерами и выступая в том числе на соревнованиях. Но по боксу еще он не выступал. Я думаю, что вероятнее всего, что и не стоит, так скажем. Один из этапов подготовки к этому бою Максим провел в клубе Ахмат Чеченской Республики в городе Гудримец. Как раз помогал и Абдул-Кериму Эдилову в том числе дебютировать в UFC. Тогда подобралась очень хорошая компания тяжеловесов и полутяжеловесов. Эктор, из которых мы уже видели сегодня. Да, и необходимо отметить, что Макс Гришин всегда помогает Абдул-Кериму готовиться к боям, а Абдул-Керим помогает с таким же успехом готовиться Максим Гришин. Правый апперкот в дистанции Максим очень четко пробил этот удар. И в дальнейшем продолжил атаку, но уже все удары были в защиту в большей степени. Внутренний улов, правый апперкот немного раскрыв, так сказать, соперника, дав потерять тому равновесие. Очень грамотно справа достает процесс. Справа через укол. Готовил с левой ноги удар. И тут даже в догонку правый по туловищу от Макса Гришина любит этот удар, использует его. Но сейчас это было действительно верно сделано, потому что его оппонент из Бразилии, он сдвигался от него. И в предыдущем раунде я вспоминаю этот эпизод, когда правый по корпусу длинный Макс осуществлял по туловищу и выходил очень опасно. Если бы парень был более быстрый или бы, например, левшой являлся, то он бы смог зацепить Максима в ответной форме. А вот здесь все очень грамотно, когда уже смещался от него Дерлей, Максим правый по туловищу очень жесткий запустил. Вот здесь попытался бэкфист пробить на выходе из клинча. Очень предсказуемо. Справа идет Максим своего соперника. Но не тонажно, как сам хотел бы Макс. Еще один апперкот. Да, вот здесь почувствовал Макс, что разбивает и не отпускает он Дерлея. Кстати, сам Макс Гришина характеризовал Дерлея как грязного бойца, такого спойлера, который очень много делает действий. Ну, совсем, может быть, техничных, вышкаленных. Но при этом старается, стремится, имеет характер бойцовский и желание побеждать. У него существует абсолютно точно. Но этот боец не journeyman, не путешествующий парень, который прилетает и проигрывает. Этот парень действительно не супер-праведливый. Но вот здесь кличие. Макс уже до этого несколько ударов коленами запустил. Еще уклески. Еще раз справа. Из дистанции справа. И посмотрите, насколько мощнее выглядит, при том, что Дерлей очень тоже фактурный парень. Но Макс Гришин намного мощнее выглядит. Но это, если мы говорим о габаритах, действительно так. Как будто бойцы из разных весовых категорий. Попытался встретить Дерлей своего соперника справа. Мимо не достает. Слева также не точно. Максим хозяйничает в клетке сейчас. Да, он, конечно, полностью прочувствовал своего визави. Еще раз. На уклоне справа. И будет доминировать все больше и больше. Зная возможности Макса Гришина, он, конечно, не отпустит. Ну, то есть, получается, что Дерлей не смог перевести соперника в партер. И тут начались его проблемы. То есть, запасного плана, именно плана Б у Дерлея, как я вижу, нет. Но, возможно, он его не может применить, потому что в стойке он явно проигрывает. А вот возвращаясь к Максиму поединка в финале гран-при Ахмад в прошлом году с Магомедом Николаевым, я вам скажу, что Магомед, по моему мнению, это вот именно субъективное мнение, Магомед Николаев является, наверное, самым перспективным бойцом 93 килограмма в мире, не только в нашей стране, или в Европе, или где-либо еще. Это боец, ну, потенциал, чемпион UFC. Да, действительно, очень высококлассный боец. И мы видим, разбивает Максим своего соперника. Да. Право по толщу, право и сбоку, в такой корявой манере. Ну, Максима задача попасть. Полностью закрылся Дерлей при атаке Максима, не подумывая о каких-то контратаках. Сейчас также ничего не может придумать бразильский боец. Тейкдауны не прошли в стойке, проигрывает, и нужно что-то еще. Вот нужен, наверное, тот самый режимный... О, вот справа достает, справа такой коротенький петчок. Такой хлесткий. Ну, то есть, знаете, редкий удар по исполнению, и как-то так стесняясь, выбросил его. И, конечно же, он не имел никакого эффекта. И попадания его даже, в том числе, никакого урона и не принесло. Но вот вспоминая, опять же, что говорил вчера Максим, и что после взвешивания, он признавался, что ему в этот раз очень нелегко далась гонка. И там был момент, в том числе, по восстановлению, по здоровью, как он несколько раз подтвердил, что ему пришлось пройти достаточно серьезное испытание, которое он давно не проходил. Но при всем при этом вес был сделан и есть. Перевод в партер со стороны Максима с корпуса. 15 секунд до конца раунда. Сможет ли Максим что-то придумать? Ну, кстати, вот, опять же, кто знаком лично с Максимом Гришиным, подтвердит, что этот парень высоко профессиональный. Он как раз ищет нюансы, те самые детали. Перерыва. Проведена была консультативная работа. А Булкерим и Дилов включился здесь. Муран Причуев. Подустал Дерлей. Видит это Максим и идет вперед. Прессингует с самого начала раунда. Будет ли финиш? Будет ли досрочная победа? Потому что сейчас вот тянулся Максим с ударом справа. Знаете, потерял при этом ноги. Так, конечно, в потенциале. Ему нельзя действовать против более обученного и искусственного бойца. Попытка Супермен Панча была не точная с стороны Дерлея. Максим еще всегда ожидает какого-то контрдействия от Дерлея, что он может либо попытаться пройти в ногу, либо в одну. И вот здесь дистанции правый апперкот очень качественный. И уже третий за этот бой. И как раз таки Муран Бичуев, тренер, главный тренер бойцовского клуба Ахмат, советует апперкота постоянно. Видимо, это какая-то наработка к данному сопернику. Вот из левши попытался Макс на встречу с левой руки успешно запустить этот удар. Но не получается. Сейчас показал он всем своим видом, что пальцем Гроздырлей попал ему в глаз. Такое ощущение, что... О, еще один, еще один справа. Мы слышим и из угла Максима, вот именно призыв ударить правый апперкот. Но подвести, конечно, подправить дистанцию. Здесь под лул еще было неплохо дважды от Макса Гришна с левой и правой руки. Но так чуть-чуть всегда Макс не дотягивает, потому что опасается он на какого-то контрдействия. И при этом ноги запаздывают за движением рук и нанесением ударов. И вот тот самый внутренний лоу-кик и удар справа вот таким образом раскрывает в некоторых эпизодах Максим своего соперника. Уже заметил эту закономерность данной болезни. Почтали он нам пытался Макс сейчас через левую руку справа ударить. Справа и слева два попадания есть чистых от Максима Гришина. Вот здесь аккуратно. Вот то, что Макс и опасался. Это читалось действительно в каждом его атакующем действии с ударной техники, с рук особенно. Не хватает мощи, конечно, Дерлею Бройнстурпу, чтобы перевести соперника в партер. Не смог воспользоваться таким небольшим подарком со стороны Максима, бразильский файтер. Насколько дал спину. Макс очень суперопытный парень. Я думаю, что один из самых опытных бойцов на сегодня в России. И вот, пожалуйста, контрит Максим Гришин и переводит соперника в партер. Опять же, с корпуса. Опять же, только представьте скручиванием таким. Себе, друзья, вот 32-й поединок проводит по профессионалам в клетке Макс Гришина. При этом еще за его плечами очень серьезный любительский опыт, особенно в армейском рукопашном бою. Это когда он там и раз базу не заполучил для того, чтобы плавно перейти в ММН. Ну и помним ту самую победу на Александра Волкова. ММ1, но, конечно же, она была уже давно. И Александр Волков тогда еще только набирал обороты. Сейчас Александр уже гроза судьбы тяжелого веса. Это топовый боец не только российского, но и мирового ММА. Он в топ-10 в UFC на седьмом месте. Конечно, да, и мы помним недавняя победа. Сокрушительная, яркая над Штруэ в Голландии, в Роттердаме. И, конечно, я хотел бы пожелать Александру Волкову идти дальше, не останавливаться. И я уверен, что он может достичь максимума. Ну и продолжает Максим доминировать над своим соперником. Халф маунт, такая позиция. Одна нога осталась в захвате. Халф гард уже. Да, здесь уже такая очень удобная позиция для разных видов работы. Вот в атакующей форме от Макса Гришина это может быть и... Вот сейчас смотрите, как он контролирует руку, с кистью работает как раз. И при этом пытается растянуть и нанести жесткий удар локтем. Вот это Макс тоже может делать. И отдает спину Дерлея Брэйнструп своему сопернику. Вот я ждал, когда Максим Гришин вот в этой стихии поработает. Все-таки я говорил уже о том, что Максим очень много занимается и грэплингами, и бразильскому джиу-джитсу, и с курткой. Без куртки работает. Сейчас он имеет это преимущество очень серьезное. По-настоящему безоговорочное. И вот завершает этот бой. И вот Селимхан Умиев, чемпион лиги WFC в тяжелом весе. После операции также. Да, ничего не смог предложить своему визави Дерлея Брэйнструп. Вчистую он проиграл этот поединок. Все три раунда отдал сопернику. И, конечно, Максим Гришин. Поздравляем его. Но мы с вами предвидели такой исход. Давайте все-таки признаемся. Что-то должен был по-настоящему серьезное придумать Дерлея. И осуществить такой поистине сюрприз, чтобы заполучить даже какую-то видимость потенциальной победы. Такое ощущение, что Дерлея даже устроил это поражение. Ну, поражение еще не официальное, но все очевидно именно решением судей. То есть он не форсировал, он не пытался придумать что-то, чтобы переломить ход. И точно так Луис Альберто Нагуэра. Вот эти два бойца, которые в потенциале очень серьезные соперники. Вот где-то характер, когда нужно уже переключать скорости, именно характера, духа. Вот этих качеств у них не оказалось. И, к сожалению, это разочаровывает. По завершению боя обратимся к судейским запискам. Послушаем судейские записки, которые озвучит Александр Загорский. Все три судьи одинаково оценили этот поединок 30-27. Ольфт и Джорджерс are in agreement, scoring the same 30-27. Единогласным решением судей победу лежала в Ньюфейер Барфюннене, заслужен Максим Максим. Здесь без вариантов. Единогласные все раунды. И, по-моему, второго мнения быть не может. Все очень понятно. Поздравляем Максима Гришина. Субтитры создавал DimaTorzok